Появление журналистов в кадре, вот как сейчас, называется стендап. И обычно такие вещи никто вслух не произносит. Но дело в том, что это не обычный репортаж, это в какой-то степени обмен опытом. Здравствуйте, коллега! Здравствуйте, коллега! Меня зовут Ковалев Дмитрий, и я спикер медиа-центра 14-й гимназии. Вы приехали делать репортаж про нас, а мы сделаем его про вас. Добро пожаловать! Здравствуйте! Наш стендап снимает оператор медиа-центра. Вопреки ожиданию, это девушка. Мария, говорит, специально попросила себе эту работу, хотя чаще с камерой возятся парни. Девушка вообще любит нарушать правила. На пресс-карте фото не свое, а певица Билли Айлиш. Впрочем, и вправду, ведь похоже. И почему бы нет? Почему мне не стать оператором вместо каких-нибудь мальчиков из нашей школы? Я считаю, что я неплохо справляюсь с этим. Вот. Ну, буду учиться, развиваться и буду не хуже остальных. Рядом в кабинете работает дизайнер Лада Сергеева. Немногословная девушка создает титры, визитки, объявления и даже планы расположения экспонатов на выставках в гимназии. Продукт работы медиа-центра – это подкасты, видеоинтервью и посты с фотографиями, которые ребята размещают в своей группе в соцсети ВК. Недавно руководитель медиа-центра, что в редакции соответствовало бы главному редактору, Светлана Осаян, приняла решение отказаться от длинных статей, так называемых лонгридов. Мы отказались от лонгридов, потому что они не востребованы среди нашей аудитории, их не читают. Люди привыкли и хотят видеть яркую картинку, хотят видеть что-то динамичное, им неинтересно видеть чистый текст. Поэтому основной упор мы делаем на яркие фотографии, на яркие динамичные видео. Делать видео ярче помогают лица медиа-центра – спикеры Дмитрий Ковалев и Юлия Куркан. Они рассказывают, что происходит в гимназии и общаются с гостями. За год работы ребята научились непринужденно держаться перед камерой и быстро реагировать на происходящее. У них развивается, во-первых, коммуникация, взаимодействие с окружающим реалью жизни. Это как соцсети, интернет. И, в принципе, они, так скажем, преподносят свою точку зрения в работе в медиа-центре нашей гимназии. И рассказывают, описывают, что вообще происходит в стенах нашей школы. Со стороны взрослых работу медиа-центра курирует Илья Челемисин – советник директора. Он ставит задачи, зачастую удерживает ребят в рамках дисциплины и здравого смысла. Уверен, центры детских инициатив, которые сейчас должны появиться во всех учебных заведениях России, – это неоценимый опыт общественной и почти профессиональной работы, которую дети могут получить уже в школе. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».